Здорово, мои шелны, на экране War Thunder Mobile и с вами, как всегда, Ревиссарио. Сегодня разберём с вами взвод 6-го тира Т-54-49-го года. Мы, как всегда, кратко, без воды и информативно рассмотрим все плюсы и минусы, а также ответим на вопрос, почему техника СССР и взвода-взвод остаются самой стабильной в игре. Давайте разбираться, и, как всегда, приятного просмотра. Итак, в взводе нам представлен одноимённый средний танк Т-54 образца 1949-го года, тяжёлый танк Т-10А, лёгкий танк Объект 906, ну и, наконец, зенитка в лице ЗСУ-23-4. Начнём, конечно же, с флагмана данного взвода, и это Т-54. Он имеет калибр орудия в 100 мм, среднюю скорость в 50 км в час и удельную мощность в 15 лошадиных сил на тонну. Перезарядка припасов и скорость вращения башни составляет 10 секунд, что тоже, в принципе, можно приравнять к средним показателям температуры палаты. Однако, для большей маневренности и быстроты наведения прицела, вам всё же иногда нужно будет доводить корпус танка под прицел, чтобы сэкономить время. Обтекаемая башня танка и заострённая передняя часть корпуса даёт хорошую защиту лба. Но в то же время, в лучших традициях танков Союза, защита бортов и кормы оставляет желать лучшего. И поэтому рекомендую всегда следить за вертикальным положением танка при стрельбе. В бою рекомендую использовать бронебойный снаряд с бронебойным наконечником и баллистическим колпачком, так как он имеет наибольший показатель бронепробития в 240 и 220 мм, что при орудии в 100 мм доставит противникам большие проблемы. Ну а пулемёт ДШК можно использовать для эффективного повреждения ходовых модулей, что тоже является хорошим бонусом на поле боя. Ну а следующий танк – это тяж в лице Т-10А. Здесь, относительно всей другой техники, во взводе он имеет наибольший калибр орудия в 122 мм. И, пожалуй, это его основное преимущество. Из явных минусов – перезарядка в целых 20 секунд, что не позволит допускать лишний раз ошибок на поле боя. На Т-10А вам нужно будет заранее занять какую-либо выгодную позицию и методично отстреливать тех же тяжей благодаря аналогичным снарядам с Т-54. Но конкретнее напомню бронебойными снарядами, с бронебойными наконечниками и баллистическим колпачком. Но только, как и сказал, за счёт большего калибра основного орудия, бронепробития тут будет больше, чем у Т-54. Насчёт бронестойкости тут всё так же, как и по аналогии с Т-54. Т-10А тоже имеет обтекаемую форму башни и заострённую лобовую часть, что повысит шанс рикошета и остроголовых снарядов. Но опять-таки, по аналогии с Т-54, уязвимыми местами являются борты и корма, поэтому рекомендации на поле боя те же – стоять фронтально и не допускать вражескую технику с флангов. Насчёт скорости вращения башни тут ситуация немного лучше и составляет 14 градусов в секунду. Но однако на ближних дистанциях боя, когда перед вами будут мельтешить те же средние танки, вам придётся всё же повертеть корпусом для быстрой наводки. Ну а теперь на очереди ЗСУ-23-4. Главное, что стоит сказать по данной зенитке, это то, что она эффективна только против таких же зениток с полным отсутствием брони, лёгких танков наподобие Объекта 906 и авиации. Здесь всё дело в том, что калибр орудия в 23 мм не доставит абсолютно никаких проблем средним и тем более тяжёлым танкам, ведь у них толщина брони в разы выше, чем доступный калибр для данного вида техники. И откровенно говоря, в нынешних реалиях, когда игроки довольно редко используют авиацию, пикать данную зенитку и дарить легчайшие фраги врагам всё-таки не стоит. Я советую лучше выбирать в качестве дублёров тот же 906 и получать наибольший профит. Вы заметили, что я пропустил Объект 906, так как сделал по нему отдельный выпуск. Если вы его не смотрели, то прямо сейчас можете прийти по нему по подсказке на экране. Застрел на нём внимания я не случайно, так как он на мой взгляд является довольно противоречивым среди всей представленной техники в данном взводе. Так что если интересно, рекомендую к просмотру. Ну и наконец, подводя итоги, взвод Т-54 отличается от предыдущих советских сетапов наибольшим бронестойкими показателями за счёт одноимённого Т-54 и Т-10А. Плюсом ко всему, калибры свыше 100 мм обеспечивают хорошее бронепробитие за счёт довольно неплохих снарядов. В общем и целом, советы держат марку, и поэтому я всё же продолжаю выбирать именно их взводы. Хотя к грядущему седьмому тиру есть определённые вопросы, но это уже тема для отдельных выпусков. Ну а на этом всё. Если понравилось видео, не забывайте о ритуалах Ютуба. Они помогут продвижению канала и видео по War Thunder Mobile. Спасибо за внимание. Я кончил.